Всем привет, с вами MSReview и это 23 выпуск дайджеста о Microsoft. Итак, что же в этом выпуске? Новое меню PUSC, браузер Edge, Windows 10 on ARM и многое другое. Поехали! В июле месяце очень много информации появилось касаемо разработки Windows 10. Сразу стоит отметить, что Microsoft случайно дала пользователям внутреннюю тестовую сборку Windows 10, Build 18947, где пользователи обнаружили новые функции. Во-первых, энтузиастам удалось активировать новый PUSC, который, как оказалось, основан на JavaScript библиотеке React, которая изначально предназначалась для Facebook. Но похоже, что и в WinD она будет использоваться. Также стоит отметить дизайн нового PUSC. В нём отсутствуют привычные живые плитки, так как плитками почти никто не пользовался, поэтому и было принято решение и вовсе от них отказаться. Отныне PUSC состоит только из иконок системы. Честно говоря, это очень теперь похоже на Windows 95 или Windows XP, где в панели управления тоже переходили по таким похожим иконкам. Да, это пока предварительная версия PUSC, и финальная версия может очень сильно отличаться, поэтому компания, видимо, также собирает отзывы о концепции нового PUSC. Поэтому, возможно, внутренняя тестовая сборка и не совсем случайно утекла в сеть, а специально. Может же такое быть? Как думаете? В любом случае, хватит конспирологии. И давайте перейдём к другим вещам, которые были замечены в новой сборке. Помимо PUSC был замечен и новый центр управления, он же Control Center, информация о котором появилась ещё в 2017 году. Смысл его заключается в разъединении функций текущего центра уведомлений, что демонстрируется на данном скриншоте. Да, он отличается сильно от того, чего ожидаешь, но пока это выглядит так. Кстати, заметьте, что новый центр уведомлений, как и быстрые действия снизу, он же центр управления, теперь имеет закруглённый дизайн, и уже несколько месяцев наблюдается тенденция смены строгого простого дизайна на что-то более сложное и функциональное. Времена метро практически уже прошли. В MnG панель была обнаружена опция по поиску гиф-изображений. Сразу ощущаешь, как винда превращается в некий вайбер. Также можно отметить, что в новых сборках обновили картану, и теперь вы с ней можете общаться не только голосом, но и при помощи чата посредством переписки. Видно, что эра переписки сказывается даже здесь. Ещё во внутренних инсайдерских сборках была обнаружена информация об облачной установке Windows 10. Смысл заключается здесь в том, что для восстановления или сброса ПК будет использоваться не внутренний локальный образ системы, а облачный, который будет загружен в сети интернет. При этом, если вы используете старую сборку Windows 10, то загружаться будет самое новое. Пока эта информация находится на этапе проектирования, но вскоре она должна появиться и в самой Windows 10. И не обязательно, что это произойдёт именно в 20H1. Может она появится и позже, а может и вообще не появится. Всё будет зависеть от степени реализации и от востребованности данной функции. Ах да, часто спрашивают про песочницу Windows 10. Так вот её ещё не починили, и неизвестно, когда это произойдёт. Этой проблемой страдают как люди, которые используют несколько языковых пакетов в системе, так и люди, которые юзают русские образы. Microsoft всё ещё работает над решением данной проблемы. И будет забавно, если решение выйдет с осенним обновлением 19H2. Microsoft уже долгое время работает над разработкой браузера Edge на базе Chromium. Но при этом бета-версии, как и финальная версия, всё ещё официально недоступны. Почему официально? Да потому, что ту же бета-версию уже можно скачать даже с официального сервера Microsoft по этой ссылке. Хотя на сайте, посвящённому браузеру Edge, скачивание пока недоступно. При скачивании бета-версии браузера, можно обнаружить, что отсутствуют некоторые ключевые функции. Та же поддержка тёмной темы. Видимо, компания хочет обновить бета-версию браузера, а потом опубликовать её официально. По ссылке в описании будет информация о новых версиях браузера и ссылки на них. Да, версии две. Помимо бета-версии, доступна также и ссылка на стабильную версию браузера. Назовём её RTM. Так вот, ссылка на RTM-версию браузера доступна, но при попытке загрузки браузера вылетает ошибка. Возможно, когда выйдет этот ролик, то браузер вам станет доступен. Но на момент создания этого ролика скачать можно только бета-версию браузера. Опять же, ссылка в описании. Кстати, стоит отметить, что при установке нового браузера Edge на движке Chromium Windows 10 May 2019 Update будет скрываться старый Edge на Edge HTML. Возможно, что в весеннем обновлении Windows 10 20 H1 старый Edge и вовсе уберут, и его заменят новым браузером. Да, возможно, это маловероятно, но раз уже есть ссылка на стабильную версию браузера, которая уже готовится, судя по всему, то, скорее всего, майки успеют интегрировать новый браузер Windows 10 20 H1. Но, опять же, это только предположение. Раз мы уже заговорили про обновление May 2019 Update, то можно также отметить, что Microsoft исправила уже множество проблем, препятствующих обновлению до версии 19.03. В июле вышел отчет, где говорится, что исправлена проблема с переназначением дисков, если подключен USB-накопитель или та же SD-карта, решена проблема с Dolby Atmos, а также восстановлена работа с Dynabook Smartphone Link. Все еще есть некоторые проблемы, которые не позволяют обновиться до Windows 10 версии 19.03, но компания советует обновить все имеющиеся драйверы на вашем компьютере, так как в основном проблема из-за них. Старые драйверы несовместимы с новым обновлением. Это вы можете увидеть даже в помощнике по обновлению. Помимо всего прочего, в июле компания выпустила обновление для версии 18.03, которое подготавливает ваш компьютер до Windows 10 19 H1. Если не ошибаюсь, но чтобы обновиться до версии 19.03, нужно иметь версию минимум 18.03. У меня просто ноутбук обновлялся только так. Вначале была скачана версия 18.03, а потом уже 19.03. Если у вас по-другому, то напишите об этом в комментариях. И так как версия 18.03 уже является устаревшей, то она будет автоматически обновлена до версии 19.03. Версия 18.09 будет поддерживаться еще очень долго, и пользователи здесь сами решают, устанавливать новое обновление или нет. Именно поэтому May 2019 Update установлена лишь на 11,4% компьютеров с Windows 10. Если компания автоматически обновляла и версии OS 18.09, то майское обновление стояло бы у большего числа пользователей. Как и было больше разговоров и криков о том, что опять все лагает и ничего не работает. А так компания даже удается держать некий баланс. Разработчик Гюстав Монс установил и запустил инсталерскую сборку Windows 10 20 H1 Build 18945 на смартфон Lumia 950 XL. Пока многие драйверы и сотовая связь не работают на новой сборке, но разработчик уже работает над этим. Гюстав – это один из тех энтузиастов, который занимается адаптацией десктопной версии Windows 10 под ARM для смартфонов. Пока Windows 10 работает только на трех смартфонах – это Lumia 950, Lumia 950 XL и ASL Jet Prima. Если вы хотите установить Windows 10 на ваше мобильное устройство, то я оставлю ссылку в описании на новую версию этого чуда. Стоит отметить, что мобильная версия Windows 10 Mobile в декабре этого года закончит свою поддержку, поэтому проект Windows on ARM здесь подойдет очень кстати. Раз заговорили про мобильную версию OS, то можно коснуться в общем платформ Windows Phone и Windows Mobile. Бывший инженер Nokia высказался насчет неудачи мобильного подразделения Microsoft и Windows Phone в частности. Инженер отметил, что связанные неудачи связаны были непосредственно с недооценкой компании Google. Разработчики не могли подумать, что через несколько лет Android займет больше половины рынка смартфонов. Что и произошло. Изначально сотрудники компании делали ставку на соперничество с iOS, но это была их ошибка. Вторая ошибка заключалась в непопулярности самой Windows 8. Хоть и Windows Phone в основном получала хорошие отзывы в плане интерфейса, но неудача с Windows 8 отражалась также и на Windows Phone 8. И для большинства смартфоны с Windows Phone были диковинкой. Третья причина – это преданность. Когда майки заходили на рынок смартфонов, уже была своя база пользователей как iOS, так и Android. И людей в принципе всё устраивало. И, к сожалению, Microsoft ничего предложить этим людям не смогла. Стоит отметить, что Nokia также секретно работала над телефоном Nokia X, который имел OS Android, а не Windows Phone. Но разработку спустя время прикрыли. На сайте есть хорошая статья по поводу неудач в Windows Phone. Если кому интересно, то я оставлю ссылку в описании. Ни для кого не секрет, что Microsoft занимается разработкой и внедрением искусственного интеллекта в свои продукты. Теперь же Microsoft инвестирует 1 миллиард долларов в некоммерческую организацию OpenAI. Для такой щедрой инвестиции у Microsoft было одно требование – использовать Microsoft Azure, что в принципе и будет происходить. Компании будут отныне совместно работать над созданием общего искусственного интеллекта – AGI, которое будет помогать всему человечеству. Если стандартный искусственный интеллект проектируется для конкретных задач, то новый ИИ будет предназначен для огромного пласта задач. Сатена Делла считает искусственный интеллект одним из самых актуальных и востребованных вещей нашего времени, который поможет в решении мировых проблем. Хоть и к искусственному интеллекту иногда скептически люди относятся, но тем не менее специалисты из Google отмечают, что если искусственный интеллект и навредит, то только из-за ошибки человека. А вы лично боитесь искусственного интеллекта или нет? Можете написать ваше мнение в комментариях. А на этом всё. Если понравился ролик, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и оставляйте свои комментарии по поводу данного дайджеста. Также вступайте в нашу группу ВКонтакте, ВК-чат, Дискорд и Телеграм. Все ссылочки в описании. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!